И давайте начнем игру. Начнем мы ее сначала. Начнем мы ее с того, что называется вот уже 30 с лишним лет, в этой игре называется приветствие. Итак, согласно сегодняшнему зребию, вас приветствует сборная команда КВН Соединенных Штатов Америки. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, друзья, а вам не кажется странным, что мы, ветераны КВН, оказались в Америке? Ну и что? Ветераны КПСС, например, оказались здесь еще раньше. И, между прочим, все неплохо устроились. А вот удивительно, в России ветераны делали революцию, гражданскую войну, коллективизацию, а уважают их здесь. Почему? Потому что здесь они не делали ни революцию, ни гражданскую войну, ни коллективизацию. И все же мы, русские, тоже обогатили Америку своими традициями. Например? Ну, например, к традиционной американской мечте разбогатеть, купить дом, отправиться в Гарвард, мы добавили еще одну. Наскрести денег, поехать в Россию и там всем этим похвастаться. А я, честно говоря, все-таки больше люблю Америку. Только здесь можно встретить своего первого друга детства, первую учительницу, первую любовь. И последнюю сволочь, из-за которой мы, собственно, и уехали из России. А мне, честно говоря, в Америке не нравится. Почему? Деньги и только деньги. По-моему, здесь даже Рокфеллер каждую минуту думает только о том, сколько он зарабатывает. А вы не об этом думаете? Конечно, нет. Я, например, каждую минуту думаю только о том, это сколько же он зарабатывает. Ну, если вам так не нравится в Америке, зачем же вы приехали? Ну, как зачем? Ради детей. Ага. Действительно, вы знаете, мне иногда кажется, что мы и детей завели только ради того, чтобы потом объяснять, зачем мы сюда приехали. О, а вот и наши дети появились. Какая неожиданность. Ну, у нас, ветеранов, дети всегда появляются. Неожиданно. Наши дети. Правда, похуже? Наши родители. Или правильнее сказать, parents. Совсем с ума сошли. В Америке в КВН играют. А мой, например, старый parents и моя старая parentsница. Целый день у телевизора. Не мешай, говорят. Это мы язык изучаем. Так что ж, спрашиваю, вы русский канал включили? Да, говорят. Ты смотри. Что-то мы чувствуем, что сильно легко дается. А что с того, что мой язык выучил? О, аппликейшн заполнил. Нейм пишет из Харькова. Лэнгвич. Пять футов семь инчей. Секс. С 1972 года по 80-й год включительно в проектном институте номер 3. Подождите, подождите. Что это они себе позволяют? Такое и про своих отцов? Действительно. Кто же их воспитывал? Ну, во всяком случае, не мы. Мы всю жизнь в КВН играли. Получается, матери. Минуточку, минуточку. Какие могут быть к нам претензии? Мы как раз всегда воспитывали своих детей в духе глубочайшего уважения к делу их отцов. Причем всех без исключения. А ну, дети, покажите, как вы любите своих пап. Деточка, давай. Как мы репетировали, пожалуйста. Крошка-сын к отцу пришел. Видит папе плохо. Значит, маме хорошо. Сделал вывод, кроха. Ну что? Как говорится, есть кому лиру передать. А скажите, папа. Извините, не знаю вашего имени и отчества. А нельзя все-таки не лиры, а, скажем, доллары, а? Увы, дети. К сожалению, ни лир, ни долларов мы вам особенно передать не можем. А можем передать, честно говоря, только КВН. А мы, честно говоря, на другое и не рассчитывали. КОНЕЦ 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 Дамы и господа, закончен первый беспосадочный перелет по маршруту Москва-Нью-Йорк-Москва. На самолете Ил-96Б, Ил-это Ильюшин, 96 объем бедер, АБ-это я, бортпроводница Татьяна Лазарева. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, ничто так не сближает наши народы, как регулярное авиасообщение Москва-Нью-Йорк. И ничто так не разъединяет наши народы, как регулярный авиарейс Нью-Йорк-Москва. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Простите за русское слово. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Так вот ты какая Америка! Страна безграничных возможностей и свободы выбора. Да, здесь каждый может выбирать президента. Выбирать, работать ему или не работать. Ну а вот что бы выбрал ты? Я бы выбрал стать президентом и не работать. Так, вот знаменитая Нью-Йоркская подземка. Перед входом в подземку я прошу, сдайте все вещи в камеру хранения и оставьте только паспорта. Правильно! Тогда ваше тело легко опознают, а вещи останутся целыми. А мне говорили, что Нью-Йоркская подземка это просто чудо, что в нее входишь и... И чудом выходишь обратно! Не надо бояться, да? В Америке все преступления раскрываются очень быстро. Да, судя по голливудским фильмам, за час двадцать, час тридцать. Что вы хотите, борьба с мафией? А по-моему здесь осталась только одна мафия, наша, русская. Я слышал, они приспособились расплавлять бензин на бензоколонках водой и продают его как пиво. А я вам скажу, побывать в Америке и не столкнуться с мафией... Это... это все равно, что как говорил Ленин, приехать в Москву и не зайти в мавзолей. Господи, как давно я мечтал попасть в Америку. А по-моему у тебя была такая возможность. Не понял. Когда ты служил в ракетных войсках... А я, а я вспомнил. В далеком детстве у меня возле дома был парк культуры отдыха. А в нем американские горки. Разрешите по этому поводу рассказать один биль. Жильбиль Ленин. В городах. В последние годы он часто огорчался, что его мать не дожила один год до революции. Уж лучше бы я не дожил, говорил Ильич. Раз! И все с ним тактично соглашались. Ой, все. Нам пора выходить. Так, все готовы к встрече с коренными американцами? Вот он, наш первый зритель. Ну здравствуй, племя. Молодое, незнакомое. Как? Как? Нифига себе, индейцы. О, смотри, это же из Одессы. Слушай, неужели он здесь индейцы? Я вас умоляю, можно подумать, что в Одессе он был русский. Да, его теперь ничем не удивишь. Ну почему же? Спокойно. Мы будем бить противника его же оружием. По-моему, молодой человек имеет в виду джаз. Ну, конечно, джаз. Ведь, как говорят у нас на родине, джаз – это музыка толстых. Ну, я как шеф, повар. Без капусты пропадаю каждый раз. Я так люблю зелень. Просто дрожь делит. И торчу всегда от надписи «In God We Trust». Даже первым саксом будет на баксах. Хоть на них все президенты в парике ехали. Если же ехали, значит это все ехали. Этот доллар сделан был. Этот доллар сделан был. Этот доллар сделан был. За чем? Прибладать все четыре. Hast precio. АПЛОДИСМЕНТЫ ы. Да-да, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Да-да-да, да-да. Да-да. АУ. БАР. АПЛОДИСМЕНТЫ Наша команда, уезжая за границу, берет всегда с собой самое ценное. Отодвинься, Сережа. Здравствуйте. Так, ничего не понимаю. Три минуты советские люди стоят перед бывшими советскими людьми на сцене и до сих пор не дали ни одного совета. Да, пожалуйста. Хотя все мы прекрасно знаем, что слово «бизнес» по-русски действительно означает дело, тем не менее не следует в общении с американцами злоупотреблять выражениями типа «А это не твой собачий бизнес». А если вы в Америке увидели на магазине надпись «Говорим по-русски», не спешите туда заходить. Все остальное они тоже делают по-русски. Если вы хотите, чтобы ваши дети были стопроцентными американцами, возьмите себе в жену американку. А она пусть и ведет себе любовника американца. А если вы все-таки эмигрировали в Америку, не расстраивайтесь. Везде люди живут. А если... Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп! Я прошу не забывать, что если половина мировых достижений принадлежит Америке, то ведь вторая-то половина нам. Вернувшись однажды с гастролей, один из КВНщиков обнаружил у своей жены сразу пять любовников. Это был новый рекорд мира для закрытых помещений. 15 тысяч километров верхом на унитазе. Таков новый рекорд, установленный авиапассажиром Поповым, съевшим дыньку в аэропорту перед вылетом. Ну, кому это здесь интересно? А у тебя будет возможность в этом убедиться. Ведь завтра мы переезжаем в Чикаго. А я думаю, что к 2000 году по качеству дорог Япония переплюнет Америку и Европу. Ну, а вам-то что? Да как что? Ведь если долетит, мы же и будем ходить оплеваны. Ага, по самый Урал. Ну, хорошо, ну, 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 ну не надо смеяться, иначе мы вообще забудем, зачем мы сюда приехали. Давай, Федя. А, да, дорогие американцы, всем вам известно, что картошку из Америки в Россию завез еще Петр Первый. Так вот, нас просили передать. Картошка уже закончилась. Встреча закончилась. East or West, home is best. Что в переводе на русский означает только там хорошо, где нас нет. Значит, в мире есть немало мест, где сейчас хорошо Да, значит, и дома у нас сейчас неплохо Так пусть же и у вас, и у нас будет дома все всегда хорошо Потому что у всех нас далеко не всегда все дома Бывает все на свете хорошо, бывает просто very well И в Штаты КВН пришел, как чин-кач-кук на сцене А мы идем, шагаем по стране, в стране продуктов и одежды Готовы кимны петь о ней, естественно, за кэш Теперь 110 вольт у вас в сети и Клинтон во главе И вспомнит о Москве И вспомнит о Москве Что же такое Америка? Каждый, причем после долгого раздумья, отвечает по-разному Для нас ответ однозначен Америка – это дороги Думаю, еще никогда и ни одна команда КВН столько не ездит За 12 дней сборные СНГ и Соединенных Штатов играли 7 раз И хотя домашние конкурсы во всех играх почти не изменялись Это все же были разные залы, разная публика, разные жюри И самое главное – разные города Отстоящие друг от друга на сотни и тысячи миль Балтимор, Пиладельфия, Бостон, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес, Сан-Франциско Вот почему Америка для нас – это дороги Дороги от КВНа к КВНу Итак, команды на сцену, пожалуйста, прошу Самый КВНовский, самый сложный конкурс Конкурс, который называется «Разминка» Вопрос 30 секунд, ответ желательно остроумный Ответ так обычно бывало, так будет и сейчас Сегодня и та, и другая команда готова отвечать на любые вопросы, которые последуют от вас Которые последуют из зрительного зала Итак, дорогие друзья, я бы сказал, поехали Прошу вас, девушки Что будет, если будет фирма «Мальборо» выпускать «Беломор»? Женский вопрос, я бы сказал, девичий Я знаю ответ Что будет, если фирма «Мальборо» будет начать выпускать «Беломор»? Девочки, не уходите, я знаю ответ сразу Если фирма «Мальборо» будет выпускать «Беломор», то капля никотина будет убивать не только лошадь, но и ковбоя Пожалуйста Будут выпускаться сигареты «Балтимор-канал» Скажите, пожалуйста, почему в Соединенных Штатах Америки напряжение 110 вольт, а в СНГ 220? Вот это меня тоже очень интересует вопрос Сейчас Дело в том, что в СНГ дают 220 с учетом того, что половину все равно разворуют У нас в жизни ровно в два раза напряженнее Два вопроса Так, вы один? Да, один, два вопроса, можно? А тот показывает за вами, что у него три Давайте по одному, ладно? Вы один Ну хорошо, первый вопрос, кто виноват? И второй, что делать? Сейчас Если сможете, объедините в ответе оба Скажите, а вас не интересует, как нам реорганизовать Раб Крин? Хорошо Очень интересует вопрос, почему в Америке всем мужьям разрешено присутствовать в природах? Вы женаты? Нет Сейчас узнаете Это сделано из гуманных соображений В качестве компенсации Потому что не всем мужьям удается присутствовать при зачатии Почему улицы в американских городах называются не именами великих людей, а буквами и цифрами? Товарищ, видимо, давно приехал сюда, но до сих пор... Чтобы потом не переименовывать Сразу понятно, спасибо Значит, вот наша зрительница опоздала на пять минут Кто ей вернет в связи с этим доллар? Можете уйти на полчаса раньше, занесете десятку Или задержитесь после концерта, на пять минут будем квиты Так, пожалуйста, вот прошу микрофона Почему же евреи не эмигрируют в Японию? Хорошо Почему евреи не эмигрируют в Японию? Они еще недостаточно окосели Почему в России стал так популярен Макдональдс? И какой же русский не любит быстрой еды? Да ну на Руси жить хорошо Я даже думал, он не послышался Уже никому Приезжайте, будет вам Пожалуйста Пожалуйста Какая средняя продолжительность жизни в КВН? Какая средняя... Он бессмертен Какая средняя продолжительность жизни в КВН? Два варианта Рита Цикун Он бессмертен КВН Средняя продолжительность жизни в КВН Один гусман Это стоимость А... Так В Америке все собаки без намордников Ребят, почему в Америке все собаки без намордников? Чтобы была видна американская улыбка Я прихожу А мое место занято Почему? Потом расскажете, чем все-таки дело кончилось Ладно? Сейчас А вы не пробовали купить билет? Почему раньше в Америке ураганы называли женским именом А сейчас называют их мужскими именами? Почему? Да, пора решить действительно сейчас Американские врачи научились менять пол Даже у урагана Спасибо, так? Что мне делать? Когда я говорю по-английски, иногда смеются А по-русски уже не понимают Говорите по-еврейски, вам хотя бы будут сочувствовать АПЛОДИСМЕНТЫ Я вижу на экране скульптуру Мухиной В ней отсутствует колхозница Я хочу спросить у вас, куда вы ее дели? АПЛОДИСМЕНТЫ Где колхозница, короче? Осень Осень, она в поле, она работает Колхозница, естественно, на работе А вот у мужика теперь свобода Хорошо, пожалуйста, вот вы вопрос Кто здесь самый настоящий американец? В этом зале? Да Кто в этом зале самый настоящий американец? Сегодня самый настоящий американец в зале Это Александр Васильевич Масляков Он зеленый, как доллар Как обстоит дело нынче? В России с лозунком экономика должна быть экономной Нам кажется, что сейчас в России более актуален более короткий лозунг Экономика должна быть Неправда, еще короче, экономика должна Почему в Америке русские рестораны открывают преимущественно евреи? Сейчас Скажите спасибо, что не китайцы Тогда бы пришлось есть борщ палочками Потому что в России все еврейские рестораны закрыты русскими Почему в плейбой нет кроссвордов? Почему в журнале плейбой нет кроссвордов? Просто до последней страницы ни у кого руки не доходят Что напишут на мавзолее, когда оттуда вынесут Ленина? О, Господи Здесь был Ленин Что получится, если склеить доллар с рублем? Чисто механически, да? Что получится, если склеить доллар с рублем? Изыски уже пошли кредит Ленин в парике Деревянный доллар АПЛОДИСМЕНТЫ Мы сейчас поем вам песню Про историю в Весайде В ней все страсти до предела Так сказать, обнажены Извините, вы не Липкин? Ну, какой же вы не Липкин? Вы Матвей Семенович Липкин Первый муж моей жены А мы про вас с Эльвирой частенько вспоминаем Особенно в постели Особенно она А вы такой шикарный Как пальма в ресторане А то, что вы мерзавец Так вот вам, Липкин, на! Извините за накладку Продолжаем нашу песню Вляхомуха Это ж Вовка Тихо, тетя Вовка тут А мы ж тебя похоронили Ну, ты тогда пошел за водкой И пять лет не возвращался А наши там сидят и ждут В нашем магазине Сандалии продавали Россию развалили Продали жидам А ты какой-то грустный Возьми мои сандали Нормальные сандали Пустите по рядам Здрасте, доктор Очень кстати Вы извините за нахальство Мы ведь ваши пациенты Из палаты номер пять Вы тогда в ужасной спешке Нам поставили по клизме Так вот нас интересует Уже можно вынимать? Нет! Варвара Николаевна Родная бисектриса Из нашего из класса Остались только мы И вот мы там всем классом Решили пожениться Дадите двести баксов Триста Да откуда ж у нее такие деньги? Естественно взаймы О, меня А ты боялась Ты же верил, что я выйду Рубик Рубик не приехал Сами знаете Кавказ Мы за вас Спокойные, Янки Будет все у вас Как в танке Потому что там вас любят We are loving you Бегас Потому что там вас любят Ладно, Липкин Даже вас Сейчас история любви Музыкальный конкурс Сборная команда КВН Америки Выступает Сводный хор Ветеранов и молодежи Имени Романа Ивана Тургенева Отцы и дети Музыкальная композиция Я люблю тебя Жизнь Но порою Люблю И другое Часть первая Лирический дуэт Что так сердце Что так сердце Растревожено Да и печень Тоже Парахли О любви Немало песен Сложено Нет, не печень Я боюсь аппендицит Отсажу я На земле Сады весенние Так болит Нога Хоть волком Воет А когда Придет Пара Цветень Нет Похоже Это что-то С головой Все дороги Я пройду С подругой Славною Я Похоже Полный Инвалид О любви Мы Петь Сюда Направлены О Эта тема Мне особенно Болит Часть вторая Песня О бескорыстной Любви К бартерным Сделкам Что происходит На свете Товарообмен Это обмен Полагаете Полагаю Я Секонд-хенд Из Чикаго Им в Киев Толкаю Сало Из Киева Гонит Мне их Бизнес Что же Он там Будет Кушать А он Будет Здесь Нужен Он здесь Вы считаете Нет Не считаю Я Продавать Ему Здесь Это Сало Мечтаю Кроме Него Это Сало Здесь Некому Есть Официальная Часть Романс О любви К президенту Клинтону Его Жены Хиллари Клинтон Мой Уставший Клинтон Мой Несмелый Что стоишь С грустно Лучше Перед домом Белым Может Твой Высокый Рейтинг Стал Нестойкий Зашатался Словно Кремль От Перестройки Брось Этот Рейтинг Лучше Слушай Хили Важно Чтоб Наш Доллар Доллар Был Как Прежде В силе Чтобы Не Шатался А Стоял Бы Кленом Был Бы Не Отпавший А Вовсю Зеленым А А А А А А Часть Неважно Уже Какая Песня О Настоящей Мужской Дружбе И Любви Огней Так много Золотых У Клуба Сексуального Парней Так много Голубых А Я Люблю Нормального Парней Парней Неважно А Любит Он Нормального А Он Примерный Семьяни Жена Его Красавица Я С ним Бы Справился Один А С 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 Ну Как Сказать Мне Им О То Что Оба Н Нормальные Давно Ведь Стали Большинство Меньшинство Сексу Войне Давно Ведь Стали Большинство Меньшинство Сексу Войне Я Главная Часть Песня О Все Поглощающей Любви Вот Опять Небес Темнеет Высь Вот И окна Брайтона Зашклись Здесь Жуют Мои Друзья Здесь Жует Моя Семья И Постоянно Здесь Жую И я И Постоянно Здесь Ням-ням И я Я люблю Покушав Помечтать Чтоб Еще Такого Пожевать Так Так Длится Много Лет Его Плотнение Наш Бесконечный Брайтонский Обед Но Но Извините У меня Обед АПЛОДИСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТСМЕНТЫ Налейте 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 Вокалы Волне За любовь Мы сейчас Их поднимем Мы Все Как Кажется Знаем О ней Но Не знаем О ней Ничего Она В любой Части Света Всегда Рождала Поэта А если Жене Поэта Тогда Нормальных Детей Так Мы Как Рождение За любовь Чтоб Всех Бартерных Делок Нужней Да Чтоб Всех Шумных Застольев Жней Да Чтоб Любых Президентов Сильней Да И чтоб Мы Не Забыли О ней В последнее время наши артисты профессиональные, самодельные, не обделены зарубежными гастролями. И все же мало кто из них может похвастаться столь внушительными аншлагами в огромных залах. На семи наших играх в Америке побывало более десяти тысяч зрителей. Честно говоря, от количества окружающих нас, русскоязычных американцев, подчас возникало ощущение какой-то и реальности происходящего. Только сотрудники залов, тщетно пытавшиеся понять, что же происходит на сцене и почему люди смеются, не позволяли нам забывать, что дело происходит в Соединенных Штатах, и что в этой стране вообще-то говорят по-английски. И вот что интересно. Америка – страна богатая, в том числе и в отношении культуры. Здесь чуть ли не в любой школе у старшеклассников и свой театр, и симфонический оркестр. Концертных и театральных площадок огромное количество. И от наших гастролеров отбою нет. Да и вообще проблема досуга здесь никогда не стояла. Так что же заставляло наших бывших сограждан в каждом городе до отказа заполнять залы, заплатив при этом немалые, даже по американским меркам, деньги? Вопрос, разумеется, риторический и ответ очевиден. А боюсь, только в который раз уж не смогу удержаться от возражений критикам. Четвертый десяток лет с завидным упорством ждущих кончины КВНа. Так вот, он жив. И дело тут совсем не в том, хорошо или плохо сыграли сегодня команды. Он жив в душах. В душах тех, кто живет рядом с нами. И даже в душах людей, многие из которых, уже говорят по-русски, с сильным иностранным акцентом. Капитаны команды Ефим Аглицкий, Михаил Агранат. Как мы договорились с капитанами, три из трех частей будет состоять их конкурс. Первая часть, ну, предлагается каждому из капитанов поочередно вступить в диалог, или навязать диалог. В общем, вступить в диалог с неким неодушевленным предметом. Со статуей, с каким-то архитектурным сооружением. Ну, не знаю, это они сами сейчас все огласят. Итак, диалог с неодушевленным предметом. Поехали. Я хочу, чтобы ты поговорил с креслом президента США. Значит, ты и есть кресло президента США, да? Значит, известно русская поговорка «делу время, потехе час». Вот как проводит этот час в кресле президент? Он легко может преобразовать это кресло в кресло-качалку и накачаться до такой степени, до которой вице-президент накачаться не может. Ну, ты как кресло всегда поддерживаешь президента. А вот что же делает вице-президент? Ну, вице-президент, он знает президента с одной стороны, а кресло знает президента совсем с другой стороны. Мой неодушевленный предмет связан немножко с нашей эмблемой этой встречи. Он сделан по мотивам скульптуры «Рабочий и колхозница». Вот представь себе, что я и есть рабочий и колхозница. Рабочий и колхозница, вы столько лет вместе, а почему у вас детей нет? Ну, потому что стоим. А вот, скажи, есть рабочий, есть колхозница, а почему с вами нет интеллигента? Ну, когда нас в 30-х годах поставили, его как раз и посадили. Тогда второе задание. Ну, это, так сказать, как-то понятнее, может быть, даже в Америке. Речь идет об автоответчиках. Они в единичных экземплярах у нас в СНГ. Речь идет о записях на автоответчики, о гритинге и месседже. Я даже не знаю, можно ли это на русский язык перевести. Ну, короче, гритинг и месседж. Вот сначала гритинг одного, потом месседж другого и наоборот. Поехали. Ну, для редкого в России автоответчика у меня такой гритинг. Алло, говорит автоответчик Смольного. Никого нет, потому что все ушли на штурм Зимнего. Оставьте ваш телефон, почту и телеграф. Ждите сигнала, Авроры. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Алло. Смольный. Узнав, что на Авроре одни холостые, заранее сдаемся на любых условиях. Женский батальон защитников Зимнего. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы говорите с автоответчиком капитана сборной команды КВН СНГ, так как сам он говорить уже не может. Не загружайте автоответчик излишней информацией, начинайте говорить по шестому сигналу. Начало шестого сигнала соответствует концу пятого. И вообще, кошка сдохла, хвост облез, кто промолвит, тот и съест. АПЛОДИСМЕНТЫ Мне не нужно напрягаться, чтобы пройти твой сложный тест. Чтобы с тобою пообщаться, я готов и кошку съесть. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, ну и, наконец, третья часть капитанского конкурса, капитанского задания. Ну, когда-то существовала традиция посланий в альбомы. Некие послания в некие альбомы. Вот нечто подобное предложено капитанам. Но причем, чтобы это, по возможности, сделать запутаннее, или наоборот, чтобы сделать это смешнее, они обменялись началами вот таких посланий, стихотворных, по-моему. Начало посланий предлагалось капитану, и потом он уже продолжил послание. Задания были такими. Да будь я и негром преклонных годов, и то без уныния и лени, широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. А я, Миша, предложил для творчества, совместного творчества. Я в Чикаго развлекался с небоскреба, я плевал. Для вас... Как Гусману понравилось. Ты продолжишь сейчас, да? Нет, не закончим. Он этим занимался. А это он этим занимался, да. Две разных дороги судьба предложила, два сердца навеки расстались люга. Вот такие начала у меня. Вот по две строчки. Вот что получилось. Я в Чикаго развлекался, с небоскреба я плевал. Слишком быстро лифт спускался, слишком точно я попал. Две разных дороги судьба предложила, два сердца навеки расстались любя. Но трешку, что ты у меня одолжила, забыть мне гораздо труднее, чем тебя. Так, Миша в альбом. Столкнулся я с негром преклонных годов. Он чужд был уныния и лений. Я понял, он сделал со мною готов, что сделал со многими Ленин. И последним тоже пришлось немножко к нынешней ситуации подправить. Широка страна была родная. Было в ней лесов, полей и рек. Говорила Горбачёву Рая, не бери на душу этот грех. Игорь Маклицкий, Михаила Гранат, спасибо. Американцы любят говорить, что у них всё самое-самое. Хотелось бы, конечно, возразить, но в нашем случае так и получилось. И команда у них по составу самая необычная, и график игр самый напряжённый, и, наконец, уникальная жюри. Во-первых, оно было самым международным. В нём работали представители нескольких государств СНГ, государства Израиль и, конечно, Соединённых Штатов. Это были известные писатели и журналисты. Ну, в том числе, например, корреспондент «Известий» в Вашингтоне Владимир Надеев. Врачи, бизнесмены, юристы, представители русских общин в Америке. И все они с искренней любовью относились к КВНу, и всем им громадное спасибо. Не могу не заметить, что в нашем жюри никогда ещё не было и столько женщин, среди которых и организатор этого проекта с американской стороны президент компании People Travel Club Марина Ковалёва. И, наконец, никогда ещё в жюри не собиралось столько знаменитых капитанов КВН. Это и его председатель. Бывший капитан команды «Баку», теперь всем известный кинорежиссёр и директор Московского дома кино Юрий Кусман. Бывший капитан команды Одесского университета, а ныне руководитель театра одесских джентльменов Валерий Хаид. Знаменитый капитан команды Рижского института инженеров гражданской авиации. Теперь преуспевающий американский бизнесмен, президент крупной рекламной фирмы Юрий Радзиевский. Капитан команды Одесского института народного хозяйства. Потом известный драматург и журналист с недавнего времени, впрочем, уже американский Юрий Макаров. И, наконец, капитан сборной команды Израиля Енислав Левензон, который, кстати говоря, честно выполняя свою работу в жюри, никогда не отказывался выйти на сцену. Меня, как капитана сборной Израиля, тема сегодняшнего Каваина «Неизвестная земля» тоже, конечно, как вы понимаете, очень беспокоит. И поэтому разрешите буквально несколько слов. Вот тут говорят «Там хорошо, где нас нет». «Там хорошо, где нас нет». То есть я понял. «Там плохо, где мы есть, и где мы были, и где мы будем». «Хорошо», «Та есть везде». «Да, а я говорю, ерунда, потому что везде хорошо». Понимаете? Хорошо. Не хорошо-хорошо, женщина, а хорошо. И в Союзе было хорошо. Ой, нас тут прищемляют, нас тут утесняют. Очень хорошо. Окружили бы нас, так сказать, всенародной любовью. Возвысили бы, скажем, скажем, меня. На соответствующую мне высоту. То есть плакаты бы понавесили на роты Яшенька Единый. А ты записаешься в Левензоны. Ну и что? Ну и остался бы я там. То есть жил бы сегодня на родине, другими словами, мучился бы вместе со всеми. Теперь эти уже в Израиле. Ой-ой-ой, понаехали, понимаешь, мы тут строили, воевали. Где вы тогда были? Да? А если бы мы вместе с вами там строили, воевали? Где бы вы сейчас были? Про американцев я вообще не говорю. Я не говорю про американцев. Ой-ой-ой, у нас тут то спад, то подъем. Бизнесы закрывают. Очень хорошо. Вон, общественной работой займись. С абортами борись. Или за аборты. В зависимости от того, спад у тебя сейчас или подъем. Этот приходится реманует. Ой, жена от меня ушла к миллионеру. Очень хорошо, что ж ты сидишь. Иди отбей его у миллионера. А лучше миллионера у нее отбей. Что значит, он на тебе не женит так? А ты заставь мужик. Ты в конце концов или баба какая-нибудь. Эти двое приходят все время. Оба два тут плачут. Ой-ой-ой, дети сволочи. Мы их кормили, воспитывали. Они забыли совсем не звонят. А я говорю, ерунда. Они вас вспомнят. Они вас не забыли. Они потому и не звонят, что не забыли вас еще. Потому что все это наше чисто русское. Вот. Вот вы. Как дела? Ой, плохо моим врагам. А американцы молодцы. Тут недавно репортаж показывали по телевидению. С реанимационного отделения. Ну, для отбывающих. Вообще. Так этот их спрашивает. Ну, хлопцы. Как дела? А они ему. It's okay. И с копыт. А наш идет, понимаешь, вот такое вот. Мед с молоком, с хлеба с маслом. А спросишь, как дела? Ой, плохо моим врагам. Нет, чтоб как американцы. Ой, хорошо моим друзьям. Уже веселее. Потому что я еще раз говорю. Все очень хорошо. Ой. И там, где мы есть, хорошо. И там, где мы были, тоже хорошо. И там, где мой Бог даст лет через 120. Все будем, тоже очень хорошо. Во всяком случае, хуже точно не будет. Мы такой фундаментальный конкурс, КВНовский конкурс. Домашнее задание. Своё домашнее задание вам предлагает команда КВН СНГ. Однажды в Америке, в двухстах метрах от воображаемого центра Брайтона, жила и работала русская разведывательная сеть с ячейкой 51 сантиметр по диагонали. Все было хорошо. До тех пор. Пока. 703-101-505. Донесения пишу я опять. 505-703-101. Я ведь здесь совершенно один. Надоело в подполье мне лазить. 703-101. Конец связи. Пароль. Гуд морнинг, Чича. Сори, ай-эм лейт. Отзыв. Ху. Кто? Из аньюти тудей. А, давай, двойной виски с содовой. Да ладно, кончай выделываться, мы здесь одни. Ну тогда тройной. Ну тройной так тройной. Кстати, из центра шифровка пришла. И что? Посидела, ушла. Американский юмор. А-а-а! Да ладно, что ты выделываешься. Ох и грязное это дело, разведческая работенка. Вот, шеф, фотографии сотрудниц секретного отдела. А что за ракурс-то, господи? Ну извиняйте, у меня доступ только в строго отведенные места. Кстати, хочу тебе сказать по секрету. Руководство тобой недовольно. Почему? Что за порнуху ты им шлёшь? Ну какая же это порнуха, шеф? Это шифровки. Вот смотрите. Женщина лет 50. Это значит 50-е донесение. Рук и ног 7. Значит, военных баз 7. Пальцев 22. Значит, 22 тысячи солдат. Ой, волосы зелёные. А, значит, базу охраняют зелёные береты. Что непонятно? Вот. Вот это вот что? Вот это. Хе-хе-хе. Грудей две. Значит, всё нормально. Ну, в смысле наблюдения. Ну хорошо. От имени руководства объявляю тебе благодарность. Ну. Хе-хе. Служу Советскому Союзу. Чё в газетах пишут? А вот в газетах пишут, что американский Микки Маус это изуродованный ЦРУ русский разведчик Чебурашка. Пароль? Я! 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 Отзыв? Ах, чёрт. Забыл предупредить. Отзыв-то сменили. Господи. Ну что, удалось проникнуть в пентагоновский компьютер? Я же уже десять раз центр докладывал. Пусть пришлют крестовую отвертку. Ну ладно, хорошо. Есть пока халтурка для тебя. Вот это аванс. Распишись. Видишь вот этих двух головорезов? Нужно с ними инструктаж провести по карате. А то им вчера кыргызские моряки морду набили. Как же так? Ведь у кыргызи-то выходов к морю нет? Значит, есть. Раз приплыли, морду бить. Давай, поработай пока. Так, запомните гаврики. Стойка каратиста должна быть как можно ниже. Так, пока я здесь разгибаюсь, провести показательный бой с тенью. Кстати, а почему я не вижу нашего суперагента? Сергея Петровича Кухарука. Так он это, чертежи атомной электростанции раздобыть не смог. Так сидит дома, сам чертит. Жаль. А то на прошлой неделе удалось расшифровать прошлогоднюю шифровку. Так там для вас есть новое задание. Нужно проникнуть на ВДНХ. Куда? Выставку достижения народного хозяйства Америки. И узнать нам все секреты. А для меня лично украсть схему микросхемы. Вот, стало быть, как. Ну, выполняйте, а я пошел на встречу с суперагентом. Да, в случае провала на подоконнике будет стоять вся мебель. А, ну что ж, давайте знакомиться. Я ваш экскурсовод. Петр Глыба. Sit down. Я буду звать вас просто down. А я узнал, вы русские шпионы. Как вы догадались? А вы по-русски говорите. А, вы тоже по-русски говорите. Так я аж экскурсовод. Знаем, какой вы экскурсовод. Вот ваша фотография со спутника. А вы неплохо сохранитель. Сохранились. Так вы берите, берите. Это презент. Ага. В таком случае я предлагаю вашему вниманию видеофильм, самый секретный видеофильм о событиях в августе 91-го года. Присаживайтесь. Прошу погасить свет и сделать мотор. Мотор. Эпиграф. 72 часа блокировать президента. Меня и его семью. Диктую из последних сил. Что президент ваш пережил. Тут, на форосе. Тут, на форосе. Ключил экран. Гляжу, сидят. Они сидели молча в ряд. Они сидели молча в ряд. Их было. Один, два, три. Ну надо ж, и этот туда же. Их было восемь. В тот вечер я не пил, не ел. Программу «Время» я смотрел. Как смотрят дети. Ага. Как смотрят дети. И друг мой, Гена, крокодил. Сказал мне, чтоб я уходил. Чтоб я в отставку уходил. Чтоб мне не светит. Там маршал Язов. Мой друган. Все время теребил ногам. При чем у пуга? При чем у пуга? А это, друг мой, Тиняков. Тизяков. Вообще не знаю, кто таков. Вообще не знает, кто таков. Спрошу супругу. Бак и гибист, мой корешок. Я б с ним в разведку не пошел. Я ж не Бакланов. Я ж не Бакланов. А Павлов были с ним на ты? Шо, не хватало полноты? Он в той восьмерке был шестым. Моим дружбаном. А это, друг мой, стародук. Сэрв. Да я ж вручал ему звезду. Я точно помню. Я был не пяный. Двердил, шо светит не тот свет. Ему слова писал поэт. Им усем слова писал поэт. Поэт Лукьянов. За мною Буш. И тридцать душ. К тому же я Раисы Нуж. Держитесь, гады. Держитесь, гады. На помощь мне пришла она. И пусть узнает вся страна. Как всех друзей послал я на... Так было надо. Затем направил восемь нот. Вдруг прилетает самолет. На крыльях звезды. На крыльях звезды. Ну, я отчасти поднял вис. Кому-то на плечи повис. Гляжу. Так кто ж мой враг? Борис. Ага. Но было поздно. Разлука мигом пронеслась. Страна меня не заждалась. Но я прощаю. Страну. Прощаю. А ту, где я генсеком был, которой я руководил, которой я, извиняюсь за выражение, друзей нажил, я защищал. очищаю. Да нет, запрещаю, товарищи. Я думаю, так будет правильно. И в этом вопросе вы меня все поддержите. Вот, процесс пошел. Пошел процесс. И я пошел. Ну и, наконец, господа, я хочу представить нашего секретного агента, который снял этот фильм. Том Секрет, прошу. А тогда в ответ разрешите вам представить нашего секретного агента. 65 лет, как внедрился. Сергей Петрович, скугарук. А, Сереженька, пожалуйста. Скажите, а вы не боитесь, что вы его сейчас рассекретили? Я же его вижу. Ну, Том, какие между нами могут быть секреты? И потом, Том, вы, как профессионал, могли бы догадаться, что перед выходом на сцену я сильно изменил свою внешность. На самом деле, я женщина. Петрович, вы начинаете мне нравиться. Давайте вечером в ресторан пойдем. Музыку поподслушиваем. Ну, зачем же куда-то ходить, Том? Мы споем прямо здесь, все вместе. Я, 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 я хочу тебя спросить, в какой стране сегодня лучше жить. Я хочу тебе сказать, но мне приказано молчать. Впрочем, я скажу тебе спасибо, Спасибо ЦРУ и КГБ. И вообще спасибо всем, кто к нам пришел на КВН. А в общем и целом нет в мире таких же близких стран, лишь мелочь, но это мелочь океан. Сегодня в Москве минус 20. Из них плюс 3 в Тель-Авиве и плюс 17 в Нью-Йорке. В Томбове около нуля. Перемещения в верхних слоях оставляют внизу неприятные осадки. Ельцин порывистый до умеренного. Завтра, по обещаниям синоптиков, будет солнце, будет мама, и будем надеяться я. А в общем и целом нет в мире таких же близких стран. И если мы вместе, мы можем выпить океан. Вот опять знакомых полный зал. Хоть здесь нет, а Виры не вокзал. Здесь живут мои друзья, деловые да нельзя. Наверно, им неплохо без меня. Здесь живут мои друзья, им неплохо без меня. И потому сюда приехал я. Велфер Клинтон, Кэмэлл и Продвель, А во сне шагаешь по Москве. Мы своей родной земли вам по горсти привезли, чтоб мы здесь сеять и пахать могли. Мы земли вам привезли, чтобы вы им пахать могли. И нам потом пшеницей помогли. Хорошо в стране ковбойской жить, Красный Крайслер с гордостью водить. Так живите вы без бед, И пусть вам светит много лет, Московских огонь, Негостимый свет. Так живите вы без бед, И пусть вам светит много лет. Свердловских, Нонецких, Одесских, Новосибирских, Днепропетровских, Нереванских, Ленинградских, Далеких огонь, Негостимый свет. Негостимый свет. Внимание, Внимание! Гражданам, Героям гражданской войны, Вылетающим на постоянное Жительство в США, Просьба в залах ожидания Не жечь костры, Не стрелять в потолок И не катать лошадей На эскалаторе. Чего? А ну, Анка, Полосни по ней! Оно, 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 оно! Извините, Просьба жечь костры, Стрелять в потолок, Кусы лугам лошадей, На третьем этаже Открыть валютный бар С большим выбором Прохладительных И спиртных напитков. Вот, То-то же! А красный сокол, Да шо ж ты рвешься В край буржуйский Неродной. Ничего там Ты не добьешься Да со своею головой. Ой, Василий Иванович, А вот я сумлеваюсь, А вдруг на стену Америку Не пустят? Че тогда? Сейчас подумаем. Слушай, Василий... Тихо! Тихо, Анка! Чапай думать будет! Уже подумал. Значит так, Анка. Картошка есть? Ага, Василий! Давай! Вот! А селедочка? Ага! Вот! А водка? Ага! Ага, Василий Иванович, А я вот теперь Одного понять не могу. Ежели у нас Все-эн-то уже есть. Так нахрена ж нам-то Америка? Да я, петь-ка, Честно говоря, На и Австралию бы рванул. Вот так и не могу я Без настоящей русской зимы. А зимы в Америке, Ух, какие лютые! С чего это ты взял-то? Да как с чего? Вот, Фурман же, Фурман пишет. Вот. А что касаемо Американцев, Василия Иванович, То все они тут Какие-то отмороженные. Ой, Василий Иванович, Что-то не пойму про ту Америку. Ты мне вот одно скажи. А белые в Америке Есть? Есть, Анка. Белые везде есть. Но коренное население Красное. Василий Иванович, А вот как же мы там Будем деньги зарабатывать? Ну, у меня профессия есть. Я пулеметщица. Так ты что, стрелять будешь? Ну, если сами не отдадут, Буду. Ну, а я тогда В такси сяду. Так ты же водить не умеешь. А я пассажиром. Василий Иванович, А ты-то же сам в Америке Делать будешь. А я, Анка, Как здесь был комдил, Так и там буду комдил. Надо вот только фурману сказать, Чтоб хороших див подобрал. Эх, Василий Иванович, Представляешь, Приедем мы в энту самую Америку, Великолепная будет жизнь, Заработаем доллары, Женимся на Анке, Купим дом с конюшней, С бассейном. И вот, представляешь, Василий Иванович, Плывешь ты через свой бассейн, И никто по тебе не стреляет. Внимание, внимание, У выхода номер пять Заканчивается посадка Врачей и интеллигенции, И начинается посадка Героев гражданской войны. Тихо! Дул, как всегда, Гудзон ветрами, Тоскуя о русской жизни, Дуем теперь Абсолют с утра мы Уже при капитализме. Часть вторая Белые за границей КОНЕЦ Абсолют с утра КОНЕЦ КОНЕЦ Ах, господа, господа, Какую гассию мы потягали? А Украину? А Кыргызстан? Что Кыргызстан? А еврейскую автономную область? Ну то, что мы потеряли еврейскую автономную область, так это мы, считайте, нашли. Вы циник-дантист. А вы лойер-балбан. И очень жаль, что мы в свое время не потеряли вас вместе с еврейской автономной областью. Господа, прекратите. Как не стыдно при Эдуарде Львовиче. Ах, Россия. Помню Москва. Легкий морозец. Румяные выпускницы профтехучилища номер 6. Девчонки румяные. Как обычно, чуть пьяные. Грациозно забивают. Ломом лед с мостовой. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ла-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Впрочем, а вам этого не понять? Это мне этого не понять? Да вы знаете, кем я там был? На меня работали повар, врач, даже библиотекарь. Одной охраны 60 человек. Интересно, кем же это вы там были? Наверное, заключенным. Господин Цукерторт, к вам человек просится. Кто такой, говорит, из России? Ну, зови. Эдуард Львович, отец родной. How do you do? Что он сказал? Так это я чисто здороваюсь, по-вашему, в натуре. Кто вы такой? Так бизнесмен российский, новая формация, ясное дело. Кто же еще? Я глава банковского товарищества с ограниченной уголовной ответственностью. Эй, опа, я еще президент акционерной гоп-компании. И кто вас послал? Так известно, кто. Весь народ наш многострадальный. Как никогда. И что же он хочет? Кто? Ну, народ! А, эти. Они передать просили. Как вы, Эдуард Львович, есть отец русской спекуляции. Да пора вам возвращаться и возглавить страну. Вот тут у меня петиция с подписями. Не, это другое какая-то. То есть, другая какая-то. В общем, у меня есть. Я ничего не понимаю. А что тут понимать? Экономика наша, подрыночную. Ну, как бы это по-научному сказать. Закосила. А прибавочная стоимость не прибавляется. И главное дело, закон вот этот. Ну, типа товар, бабки, товар. В масштабах страны не фурычет. Не хватает твоей, это, головы. Так что давай, Львович, поехали. Давай. Эдик, тебе туда нельзя. Они тебя посадят. Эдуард Львович, что она говорит? Ты знаешь, как тебя там все, типа, уважают? Твое уголовное дело напечатано. Им зачитывается молодежь. Пацаны сидят, читают. Не, это другое. О, петиция с подписями. Я же говорил, что есть. На. Поехали. Давай. Так что-то я не пойму, уважаемый. Что же это там у вас сейчас? Вся страна торгует? Угу. А чем? Вот и даешь. Спросил. Ты знаешь, какая у нас страна богатая? Ты. Одних ископаемых бесполезных. Миллион и куч. А земля какая? Где палку ткнешь, там и этот вырастет. Воспитывай его потом, дурака. О чем это я? В общем, давай, Львович, поехали. Давай. Я тогда многому у вас научился. Переобосмыслил, так сказать. И вот встал теперь. Типа человек. Банкир. О, костюм. Смотри. Поехали. Давай. Эдуард, это чистое безумие. Авантюра. Тихо. Я принял решение. Мне пишут из России. Вот письма, цены, образцы. Я еду немедленно. Сейчас же. Руки вверх, деньги на стол. Я буду стрелять. Я буду стрелять. Я уже стреляю. Бум, бум, бум. Стоп. Что происходит здесь? Просто shut up, все of you. Okay? Я буду звать в полицию. Я не могу верить эти люди. Я не могу верить эти люди. Я не могу верить вас. Я не могу верить вас. So, just get out of here. All of you. Now! Эй, о, щас. Подожди. Эскузь ми, мэм. Чиго? Эскузь ми. Экскузь ми, экскузь ми. У меня от ваших эскузь ми уж голова такая. Ты шо, мама? Мамбовский волк тебе, мэм. Видишь, понаехала тут. Житья от них нету. Сплошные русские. Вот Брайтон наш, например. Какой район раньше был, а? А теперь на улицу выйти страшно. Особенно ночью. Все белым-бело от них. Не хрести беломазая. Так ты что, получается, наша? Так куда же от вас денешься? Вот язык беру. Тяжело, конечно, дается, блин. Так ведь и вам не сладко. Ну ничего, прорвемся. Мы же прорвались, и вы прорветесь. А Америка, она большая. Всем места хватит. Странно, свете много. Дальше есть и ближе. Но считаю, неуместен торг. Я хотел бы жить и умереть в Париже, Если б не было такой земли Нью-Йорк. Если вы сможете сделать это там, Вы сделаете это anywhere. Это важно для вас. Нью-Йорк. Нью-Йорк. АПЛОДИСМЕНТЫ Если ли страна чудесная, Не очень нам всем известная, Но честно мы вам признаемся, Что нам дорога она. С ее, как Сибирь, просторами, С ее, как Байкал, озерами, Колумбом для всех открытая, Прекрасная страна. Америка, 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 от берега до берега, От берега до берега, Это все Америка, 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 От берега до берега, Америка, Америка, Прекрасная страна. Конечно, с друзьями встретиться, Возможно, допустим, в Греции. В Швейцарии или в Швеции, Везде уже наши есть. Но если вам шанс представиться, На встречу к друзьям отправиться, То все-таки мы советуем Встречаться с ними здесь. Америка, 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 от берега, От берега до берега, Это все Америка, 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 Прекрасная страна. Что ни говори, Результат получился несколько неожиданным Для болельщиков нашей команды. Зато американцы могут продолжать Тешить себя мыслью, Что у них все самое-самое. Впрочем, мне хочется сделать Совсем другой вывод. Самым-самым все-таки остался Наш общий КВН. Даже в Америке. В мире страна чудесная, Не очень нам всем известная. Но честно мы вам признаемся, Что нам дорога она. С ее, как Сибирь, просторами, С ее, как Байкал, озерами. Колумбом для всех открытая, Прекрасная страна. Америка, Америка, От берега до берега, От берега до берега, И это все Америка, 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 От берега до берега, Америка, Америка, Прекрасная страна. Конечно, с друзьями встретиться, Возможно, допустим, в Греции, В Швейцарии или в Швеции, Везде уже наши есть. Но если вам шанс представиться, На встречу к друзьям отправиться, То все-таки мы советуем Встречаться с ними здесь. Америка, Америка, От берега до берега,